Организационным партнером мероприятия является трансвиссеренарная общественно-научная трибуна, на YouTube-канале которого вкладываются интересные ролики наушно-кулярного направления. Дальше данное мероприятие поддерживает агентство стратегических инициатив, которое нам представляет информационные ресурсы. И, соответственно, это направление представляется наиболее интересным. А почему? Потому что устойчивое развитие – это волшебные магические слова, в которых человечество видит возможный путь по решению глобальных проблем. То есть кризис в экономике, кризис в экологии, кризис системного развития требует новых подходов. ООН говорит, что этот способ возможно сделать в условиях, во-первых, согласованной позиции, лишь до стать недоступными странами. Такого еще не бывало в истории, на самом деле. И второе, где глобальная модель устойчивого развития может каскадироваться на национальные модели. То есть в итоге мы получаем согласование национальных политик. Я думаю, что впервые в истории это происходит. А теперь слово устойчивое, к сожалению, сейчас начали цепляться ко всему чему угодно. Устойчивый рост, устойчивая прибыль, устойчивые, я знаю, процессы. То есть устойчивое и все. Соответственно, к названию мы вернемся. Я понимаю, так сказать, желание ученых глобить немедленно все основополагающие функции, что он не то, название не то, слово развитие тоже не то. А с этим я согласен на самом деле, но всему свое время. Как ни представляется, мы, к слову, названию новой концепции, сможем подобрать верные эпитеты, как ни парадоксально, в конце наших научных изысканий. Когда мы напишем весь комплекс метатологических изысканий, найдем оптимальные слова, чтобы весь комплекс, собственно говоря, описать в двух словах. Поэтому все свое время. Итак, научная консорция устойчивого развития с названием мы уже определились. Почему это 20-30+. Почему, с чего следует по счастью. На картинке, которая широко сейчас популярна в интернете, на словосочетании «Весна России» есть две картины мира. В поисковом американском поисковой машине Google на фразу «Россия-весна» высадивает серая гамма грязных изображений. Тоже самый поисковый запрос в системе Яндекс, который сделают русскими программистами. «Весна России» выступает яркие, сочные цвета, золотистые, янтарные луга и все такое прочее. То есть мы можем говорить о том, что нам, возможно, либо та, либо другая сторона подсовывает ложную картину мира. Какая из них более ложная? Вопрос, так сказать, спорный, дискуссионный. Остается фактом, что по запросу «Россия-весна», попробуйте сегодня дома, мы имеем, так сказать, два мира. Как говорится, два мира, два шапира. Соответственно, ложная картина мира, которая наблюдается в данном случае, она же наблюдается и в научных подходах. Вы помните, например, японца Фукуяма, с его подходом «Конец истории». Когда я учился в 2000-х годах в УЗИ, нам эту, так сказать, историю преподавали, считали, знаете, о демократии в «Конец истории», а дальше ничего уже не происходит. То есть в итоге, чуть позже, Фукуяма, знаете, я заблуждался. То есть все промывки мозгов мира были выстрелены мной на ошибочных основаниях. Такие же истории разворачиваются в современное время. Современные футуристические подходы и концепции, которые говорят, давайте мы сделаем демонтаж государства, проведем, давайте мы, значит, из людей сделаем киборгов, потому что это модно и хорошо. Это слово «прогресс» сейчас так называется. Давайте будем изменять традиционным подходом, значит, в гендерных вопросах и так дальше. То есть под грифом «прогресса», к сожалению, происходят часто крайне неплакоприятные, так сказать, вещи, которые угрожают моральным разложением цивилизации человечества. Поэтому я хочу уже до вас донести позицию, что есть два мира – ложный и истинный. Главное, так сказать, не попасть в неправильный мир. Так, все комментарии потом. Все комментарии потом, а нарушителей мы будем, так сказать, наказывать рублем, я надеюсь. Теперь следующий вопрос. Итак, картины мира разные, разные миры. А что происходит в реальном секторе экономики? Вот сейчас наблюдаешь, значит, различные высказывания. Ученые, профессоры, деканы, доценты говорят, что все плохо, а как это, значит, гипс снимают, клиент уезжает. То есть все плохо. А, собственно, а что плохо-то? Я провел исследование к молодой ученой. Значит, есть такая швейцарская методика по анализу распределения богатств среди населения планеты Земля. Эта методика с 2007 года анализирует количество конспирацию богатств у самых богатых людей и их количество самых богатых людей. Я извиняюсь, количество денег у людей среднего достатка и самых бедных. Проведя эту динамику, проведя эти так называемые кабинетные исследования, я выяснил, что лозунг, что бедные все беднеют, а богатые все богатеют, имеет на собой четкую экономическую основу. Действительно, богатые все богатеют, а бедные все беднеют. Период исследований данных, которые я провел, опубликую осенью в коллективной научной монографии, берет с собой следующий период. От 2010 года до 2018 года. Казалось бы, ну и, собственно, общение с устойчивым развития. Но дело в том, что устойчивое развитие, которое работает официально с 2015 года, оно возникло не в пустоте. До него был такой же документ, такая же программа, ООН, которая работала с 2000 года по 2015 год. Эта программа называлась «Цель развития тысячелетия». В рамках этой программы ООН намеревалась бороться с бедностью, проблемы массовых заболеваний, нехватка ресурсов, справедливость, в общем, благие пожелания. Как мы видим, исходя из анализа, который можно перепроверить, он объективен, он подвергается проверке, соответственно, научной логике. Мы понимаем, что программа ООН не работала как в 2000-е годы, и, скорее всего, динамика не изменяется в 2015 году. То есть мы имеем основание утверждать, что методика ООН под грифом «устойчивое развитие» не работает. Не работает. Вопрос, зачем она тогда такая нужна? Соответственно, поняв, осознав наши интуитивные, субъективные, личностные оценочные предположения, поняв по ним реальную социально-экономическую ткань деградаций, можно предположить, что нужны новые подходы. Такие пока еще неизвестны, но какие-то новые, иные, возможно, что-то принципиально иные. Следующий слайд в нашей презентации «Несоответствие реальности». Это очень интересный слайд. Это растущая диаграмма этих вот, значит, столбиков – это мировой долг планеты Земля. В 2018 году планета Земля должна 250 триллионов долларов, я просто не знаю кому. Кому должна планета Земля? Или на что? Вопрос, нет, вопрос кому. Марсиане, венерианцы, я не знаю, значит, свобосы, значит, существа. Кому должны страны мира, как и сами себе? Экономистам с их неумением считать. Я попрошу Ирина Вадовну, значит, придержать поток сознания и фонтанирующиеся. Нет, неправильно. В соответствии с динамикой, приложенной здесь. В принципе, они не понимают, что такое деньги. В соответствии с динамикой, приложенной на этом растущей диаграмме. Задолженность планеты Земля, неизвестно кому, достигла 300% мирового ВВП. Значит, казалось бы, а вот действительно, ну, давайте подумаем, представим. А нельзя ли сделать какой-то, ну, я не знаю, взаимозачет, например, да? Ну, например, там, где это возможно? Думаю, что это возможно. Итак, 250 миллионов долларов мы должны принять, неизвестно кому. В России на уровне нашей экономики ситуация примерно такая же. Мы нахватали долгов в 90-е годы порядка 100 миллиардов долларов и их справа в плате. При этом мы же списали свои собственные долги отстающим странам нового наследия бывшего СССР тоже на 100 миллиардов долларов. Возникает вопрос. Но это получается в убытке на минус 200 миллиардов долларов. А нельзя ли было, например, каким-то образом перезачить долги, торпы с дисконтом и прочими, так сказать, интересными экономическими махинациями? Наверное, можно. Итак, как мы видим, что на модели мировой экономики устойчивого развития тоже не работает. Богатые беднеют, богатые богатеют, слава богу, но мы все, так сказать, беднеем. Мы все находимся в экономической машине, как та самая белка, не понимая, собственно, ради чего мы, так сказать, живем, существуем. Поэтому вот вся эта, значит, тяжелая экономическая машина, работающая против человечества, прикрывается сверху к цели неустойчивого развития, которые благостные, их 17, но которые не решают ни одной серьезной реальной проблемы. Собственно говоря, чтобы понять, что они не работают, достаточно посмотреть экономические выпадки. Кроме того, что концепция устойчивого развития, различные активисты, международные организации, Всемирный банк, ЮНЕСКО, я не знаю, крупнейшие компании свято веруют и эту позицию ретразлируют дальше. Что мы верим в эти ложные цели, мы доносим людей эти позиции, то есть некритично, скажем мягко, некритично их оценивая, некритично их передавая дальше. Эта же ситуация происходит в России. В России есть несколько организаций, которые считают себя адептами в устойчивом развитии и несут в массу эти ложные цели. Соответственно, знак вопроса, это вот первая, значит, цветастая фигура, это цели развития тысячелесия 2000 года, их 8. Они, с ними, разумеется, провалены. В 2000 году ООН планировала сократить бедность два раза за 15 лет. Разумеется, это было бы сделать невозможно в текущей экономической модели. Тем не менее, проваленные цели были увеличены вдвое. X-10, глобальный цель устойчивого развития. То есть мы опять видим очевидное противоречие логике научного подхода. Что бы ни произошло дальше, это подмена понятий, это инверсия смыслов. Есть необходимость на следующем периоде, после этого года, предложить более обоснованную, более научно подтверждаемые предположения и методики реализации. Поэтому устойчивое развитие, предлагая следующий подход, этот подход я бы назвал дедуктивным, то есть очень грубо, от общего в частном. Предлагается создать методологическое ядро, где мы рассматриваем на высшем уровне методологию. Объектом рассмотрения служит понимание цели 21 века. Ценарные подходы, различные анализы, угрозы и так дальше. Второй уровень, это собственно говоря истинные цели развития. Об этом я думаю, что поговорим с 29 августа. Третий уровень, это новая модель компонентов устойчивого развития. Пока напомню, что это триада экономика, экология и социум. Ощутимо не хватает техносферы. Ощутимо не хватает, я предлагаю в каталоге внести компонент информационную среду, включая искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект является уже потихонечку агентом социальных отношений. Поэтому, ну и так дальше. То есть, поэтому возникает новый компонент устойчивого развития. Возникает между ними новая изгибосвязь и более точная картинка описания реальности. Следующий уровень, следующий уровень анализа, я предлагаю отзнаивать уже национальный интерес России, собственно говоря, а что нужно непосредственно России, когда должна быть родновая модель, чтобы мы могли опираться на пожелание мирового сообщества, которое пребывает в слепоте и в неверных оценках реальности. Дальше, кратерии и тактики достижения. Сейчас меня заваливают кисьмами. Я занимаюсь, например, ракетными технологиями, я хочу забомбить прямо сейчас, как и вложь в Англию. Это спасет весь наш мир. То есть, человек с инстинентального уровня предлагает решения, не понимая высших целей. Это, мне кажется, мгноводическая ошибка. Поэтому одна из целей – это обогащение всех присутствующих сторон консорции, чтобы они могли более верно понимать окружающую реальность. Ну, дальше инструментальные проекты растяжения, то есть проекты, непосредственно инструментальные. То есть, конкретная модель, IT-платформа, технология, предположим, утилизация CO2 в промышленных масштабах, ну и прочее, конкретные проекты. Ну и потом прочие вспомогательные сферы, там, предположим, геологическое сопровождение, информационные модели, сопровождение и прочее. То есть, дедуктивный подход. Вот, например, такой дедуктивный подход не отменяет гибкости определенной. Бывает так, что определенную систему, например, систему целей устойчивого развития, бывает, что необходимо лучше понять через, предположим, надсистему, это смыслы, либо антология, либо подсистему, это, например, методики достижения. Поэтому небольшие итерации в надсистему, либо подсистему, мы, наверное, должны будем делать, это неизбежно, когда мы лучше поймем сам субъект рассмотрения. Но общая конва от общего общественного, она будет сохраняться, и надеюсь, что этот подход, ну, близок к научной части, так сказать, нашего экспертного сообщества. Научный консорциум, это, я бы сказал так, я вижу, как организационно-информационная платформа. Целью ее является превращение научного знания. Это уровень методологии, базовый уровень, который взаимно обогащается от всех участников данного процесса. От него уже могут, значит, идти производные любые авторские модели. Абсолютно любые. То есть ведро общее, конва общее. Мы тут уже все обогащаем интеллектуально, когнитивно. А потом мы все вправе реализовывать на базе этих подходов производные инструментальные стратегии, проекты, ну и прочее, значит, истории. Кроме того, научный консорциум, это экспертное сообщество само по себе. То есть приглашаются в него ученые, исследователи, эксперты, способные принести, способные, например, диалогу полноценному, то есть не вынужденшительному, не критичному, а полноценному диалогу в рамках научной, деловой и человеческой этики, о чем я, так сказать, говорил. Это новая партия, да? Нет, это экспертное сообщество. То есть не все являются экспертами. Это нормально. Дело в том, что в любой популяции, чего бы то ни было, ученики, губернаторы, мэры городов, политики, в любой популяции лишь 10% способны к проактивному диалогу. Так что здесь этот закон работает с расширением на всех стратах, на всех специальных группах. Поэтому вала, так сказать, миллионов очередей я не жду, но на устойчивую, скажем так, коммуникационную платформу я рассчитываю. Собственно говоря, я, наверное, в рамках, значит, в рамках, коллеги, в рамках, ну, в общем-то, рассказывая о консорциях, я, так сказать, закончил. Сейчас я предлагаю передать слово двум нашим докладчикам.